Одно из латвийских предприятий, оказывающее электронные услуги, госдирекция автотранспорта, оштрафована Советом по конкуренции за злоупотребление своего доминирующего положения. В результате чего ущерб был нанесен всем латвийским налогоплательщикам. Подробнее Сергей Герасимов. Государственная дирекция автотранспорта владеет обширной базой данных, куда поступает информация о региональных автобусных перевозчиках. Содержит эту базу данных фирма «Транспорт отел и матрика Системос». Здесь все по закону. Однако, пользуясь своим положением, услуги фирма начала навязывать и всем автоперевозчикам. Являясь в том числе и установщиком всего необходимого кассового оборудования для автобусов, с помощью которого данные от перевозчиков поступают в базу, предприятию не составило труда убедить и дирекцию, и перевозчиков в том, что именно их оборудование и нужно устанавливать. Фирма исключила конкуренцию. А конкуренции что дала бы? Другие тоже разработали бы те же самые продукты. Тогда была бы конкуренция и по ценам. Эти телематик-системы или кассовые аппараты, может, были намного дешевле. Фирмы были, которые сами сказали, мы можем разработать, только дайте нам подход к этой базе данных. Транспорт телематик-система в этом случае отвечала, нет, мы сами, мы для вас разработаем, цена будет такая-такая, это будет стоить столько часов для разработки, один час стоит столько и столько. Все издержки дирекции автотранспорта и перевозчиков на эти нужды покрывает государство. Сколько страна потеряла в период с 2009 по 2012 год, пока схема работала, сказать трудно. В самой дирекции автотранспорта говорят, что обнаружили эту схему в 2012 году, после чего она сразу же перестала работать. Система, которую поддерживает телематик-системы, она в ближайшем будущем будет очень сильно переделана, потому что она просто морально уже устарела. И в связи с этим она будет перенесена на наши сервера, то есть, скорее всего, в скором будущем телематик-системы уже не будет ее содержать. Я думаю, будет делаться новый конкурс, так что мы не можем утверждать, кто будет оператором. За выявленные нарушения фирма транспорта телематик-система соштрафована на 3000 евро. В скольких госструктурах до сих пор могут действовать подобные схемы, в Совете по конкуренции предполагать не берутся. Кроме этого, на 64 тысячи евро Совет по конкуренции оштрафовал и одного из крупнейших разработчиков бухгалтерских программ в Латвии, FMS Software, за ограничение конкуренции среди фирм-продавцов.